привет еще не ожидал что вот это видео по вот такой вот укладочки металла вызовет не ажиотаж ажиотаж это громко сказано вот но вызовет такой интерес и попросили меня еще снять видео с различными как бы еще один нюансик по видео с работой угольным электродом что мол что ж ты не снял вот там в том видео во французском угольным электродом работает а ты не снял сейчас будем исправляться вот кусочки угольков у меня есть я сейчас попробую их я так понимаю надо слегка вот под заточить типа карандаша и попробовать карандашиком или заточить под сферу вот но они к сожалению хрупкие сейчас попробуем что из этого получится и опять же у меня вот тут есть они чуть разные по диаметру вот этот явно более худой и вот этот чем вот этот посмотрим что из этого получится сейчас я немножечко подготовлюсь и попробуем вот помучить опять же вот здесь капот отсюда внутри вот виден как мы его тут мучили попробуем помучить угольком теперь вот и снять чтобы уже все как говорится показать людям раз интересуются ну что ж продолжим значит поставил я вот такие вот выдержки 27 процентов мощность 004 это время разряда и 06 это толщина металла и вот такой вот угольный электродик сейчас посмотрим что у нас получится когда мы касаемся ну его слегка видно честно говоря меня не впечатляет что-то там происходит я решил наверно вот таким образом вертикально дело в том что мне надо и снимать и смотреть ну я вам скажу то же самое вот вертикально держать если электрод вот так стараться так сказать всей площадью что-то в этом есть жалко что все это вот я попытаюсь в одном месте дорожку что ли сделать но сейчас наверно все таки время разряда надо или мощность увеличить почему потому что вот так вот хотя бы и мощность до 30 ну вот так попробуем потому что вроде как слабовато но это только разговорчик опять же вот тоже место сразу эффект виден такие как бы слегка вспученные дорожка идет но сразу замечу сразу замечу что вот она эта дорожечка получилась вот она эта дорожка получилась у нас вот переборчик значит надо уменьшать хотя как бы она слегка как бы тепленькая но уже это как бы пдр отношения не будет иметь никакого дорожки одна вторая то есть вот которая правее дорожка еще куда не шло один пробой как бы лак поврежден слегка то есть это перегрев а дорожка которая левее мы видим что там повреждение на лаке гораздо больше значит вывод что мы меняем меняем скорее всего меняем время разряда вот так и попробуем вот так естественно тут экспериментировать будем еще долго и нудно теперь дорожку еще правее я попытаюсь сделать я надеюсь что все таки я смогу снять вот дорожку еще правее я сделал снимать конечно честно скажу тяжело как я не пытаюсь тут все это дело снять сейчас еще раз попробую это довольно сложно вот у нас от ленты от скотча дорожка честно скажу получается и довольно неплохо и металл не прожигает и не искрит в принципе угольный электрод как вот мы и разговаривали работает довольно неплохо и с его помощью можно работать сейчас я попытаюсь снять теперь это место ну наводись резкость вот я здесь как раз от работа снять конечно это проблем ну скажем так слегка теплое место хотя разряда вот тут кучу было слегка тепленькое вот здесь место и в общем то неплохо так что дальше я думаю продолжать видео нет смысла тем кому эта тема интересна и у кого есть споттер могут сами брать и экспериментировать но как бы угольный электрод вот я вам покажу вот он довольно таки сточенный получается у нас я им работаю вертикально вверх то есть чтобы максимально площадью вот этой вот не углом не кромкой чтобы . соприкосновения было как можно больше почему потому что когда кромочкой происходит перегрев и как бы это уже вот такие проблемы вызывает вот большие или маленькие как мы видим вот самый лучший вариант это когда вот так вот таким образом у нас происходит при небольшом нажимчике происходит поднятие плоскости и одновременно металл как бы стягивается то есть мы добиваемся в этой точке небольшой усадочки ну и так далее просто здесь вот в этом месте можно было вот хлопунчик тут есть но здесь не зачищено и здесь вот рядом с жесткости ну как бы не подготовлен я к этому вопросу что хочу сказать значит эксперимент удался вот всем кто хочет эту тему дальше развивать так сказать развивайте я идею увидел попробовал вот экспериментировать можно и с силой тока и с временем разряда естественно вот по трем параметрам ну тут еще кто-то может сказать что можно вот экспериментировать тут вот зашиты уже параметры допустим вот 0,7 секунд 35 до 0,2875 но это много ну скорее всего я думаю что тут можно работать скорее всего построить какую-то шкалу временную и мощность и можно будет выяснить максимальные и минимальные так сказать показатели сейчас вот попробую так сказать подержать FFF на времени обозначает сколько будешь держать столько будет и греть нет ради интереса ну вот в этом же месте попробуем так я это так ну это нужно это можем в общем-то и регулировать рукой можно время разряда ничего страшного не прожигает вот это место в принципе уже можно сказать шишку надавил так что так что вот так всем кому понравилось можете экспериментировать отпишитесь что у вас получается на каких настройках получается не получается вот неплохо было конечно сделать крючочек побольше и попробовать по принципу грубо говоря так вот допустим отрезать ручку от крючка здесь 10 миллиметров диаметр подходит и какой-нибудь крючочек подсунуть и подключитесь с помощью его давить и поднимать металл допустим и одновременно его как бы так сказать усаживать ну то есть вариации тут много на эту тему но вот смотрите все таки и подъем осуществляется и влаг в данном случае остается целым то есть все зависит от регулировок от силы от мощности и от времени разряда но в основном конечно скажем так сейчас попытаюсь снять зависит в основном конечно от мощности вот я даже можно сказать на ровном месте шишек надавил при помощи этих электродиков вот такая вот получилась занятная история вот то есть можно этот приборчик использовать еще в одном так сказать еще одно применение я его нашел вот меняя электроды вот в данном случае меня попросили снять с угольными электродиками репортаж небольшой вот я его и снял с угольком с коротеньким что результат меня устраивает все всем спасибо пишите задавайте вопросы всем удачи пока пока и до встречи